На Гомельщине началась вакцинация насильства «Супрась гриппу». Как плануется, этой послугой сможет скрыстаться не меньше 40% уже хорошего региона, что позволит побегнуть эпидемической ситуации. Протяг тема в следующем сюжете. Вакцинация на Гомельщине будет протягиваться до конца наступного месяца. В этом году она проводится трьма вакцинами – российской, французской и нидерландской вытворчасти. Медики Пиракананы, благодаря вакцинации, в последние годы в регионе региструются низкие узровни захворываемости. Используются вакцины производства России «Гриппол». Эти вакцины будут использованы для иммунизации детей, школьников, медицинских работников, контингентов риска. Для платной иммунизации будут доступны вакцины «Инфлювак», «Вакси Грипп», а также «Гриппол плюс» производства России. Як чекается, частка насильства будет прищеплена за кошт республиканского бюджета, частка – мясцового. А про чатаго вакцину для своих работников будут набивать предприемства. Взгодно с запошными дадинами, только у Гомеля заявки подали больше, чем 500 предприемств. Безумовный лидер – акционерное товариство «Гомельшкло», где вы решили прищепить свыше 90% у працующих. 40% работников отримают бесплатную вакцинацию на фабрице «Спартак». Это лишь бы, дарыча, контрольная. При таком узровне вакцинации можно гарантованно позбегнуть эпидемии. Как только поступит на склады, предприятие выкупит и объявит рабочим, которые могут приходить и проходить вакцинацию. Некоторые уже спрашивают, когда. То есть, это осталось считанные дни, когда вакцина поступит на предприятие и медпункт начнет вакцинацию. Дарыча, вакцина российской вытворшисти каштой окалять 10 рублей за упаковку. Нидерландская и французская – крыху больше дорогая. По словах медиков, кали зарабить прищепку до конца листопада, гэта дозволит затримать иммунитет подчас пику захворывания. Кали мерковать по опошнем эпидемичном сезоне, рызыка отримать диагноз в острое респираторное захворывание тих грипп у неприсчепленных людей выше и у 7 разов. По прогнозу Центра по контролю за гриппом республиканского, подъем заболеваемости ожидается в обычное время, на конец января, начало февраля. На сегодняшний день уже начата иммунизация, получены вакцины, как за счет бюджетных средств, так же и за счет средств предприятия. На сегодняшний день в области уже привито порядка 40 тысяч человек. В общей сложности планируется привить порядка 560 тысяч.